Есть масштаб, да? Кто-то, если чек-то, знаете, от сладкого он будет управлять. Я говорю, нет, управляются от большого количества сладкого. Вы говорите, а от сладкого он спросит? Скажут вас, как этот уровень сахара, что вы говорите? А от 1 грамма сахара. Ну, вы поднимите. Насколько повысится от 1 грамма сахара уровень господина. Это не может подняться до таких количеств, что это может быть что-то 2 грамма сахара. Конечно, поэтому нужно всегда любое явление оценивать не просто, а вот оно есть, значит, это что-то страшное. И нужно оценить его масштаб. Поэтому, знаете, даже если, допустим, вирусная инфекция. Человек похватил вирусы. Другие люди даже не замечают, что у них в этот момент есть вирусная инфекция. Вот температура, кто-то больничный берёт. То есть люди просто входят в домогание. Даже у заболевания ВРВ есть различные проявления. Кто же говорит? Нет, конечно, можно это гипертрофировать. У нас проник вирус. Вирус разрушает нашу римонную систему. Клетки вируса замещают наши клетки. И в итоге мы превращаемся в чужого, в какой-то монстр. Можно развить и довести до безумия и теории. То же самое здесь. Да, белки есть. Да, они гниют. Всегда. Всю жизнь. Это нормальный процесс. Это нормальный процесс. В итоге это всё нейтрализуется. Наш организм настолько сложная система. Настолько она уравновешена, что не так-то просто вывести. Нельзя съел мясо больше, чем обычно, и всё. И всё сделано. Кстати, я даже вот видел. Вот на шелке. На шелках, я думаю, вряд ли кто-то ограничивается 200 грамм мяса садится. Как только 200 грамм мяса. Ты надувешь ампурирует, кто больше пищает. Но раз съели, каких-то аркулторов фубористов, а ещё съели. И не у всех даже какие-то проблемы. Не у всех. Большинство людей вообще нет никаких проблем. Потом шелся шелков. Мне такой, ой, я там объелся или нет. Если ещё лаваш, ещё какие-то, да, начинают кучить, сдуваются. А если мясо, даже если алкоголь. Нет такого. Всё нормально, всё чётко. Потому что мясо переваривается достаточно долго. 6-7-8 часов. За это время оно постепенно обрабатывается жилочным соком, эксперметом. Паруизов куча времени должен был переварить и спокойно варить, порциями эвакуируя кишечнику. Ничего страшного. А если посчитать, там всего 600 грамм мяса. В мясе 20 грамм белка. 620 грамм. Получилось сколько там? 120 грамм. 120 грамм белка там за нервность. А ты пришёл, просто уезжает. А в чём, велика же утром поедет. Ничего страшного. Вы да не имеете целое 30 грамм белка. Но мне кажется, чем нельзя принимать большие порции белка, быстрых белков. То есть, если принять, допустим, порошок с сыворотки какой-нибудь, так, чтобы получить хотя бы даже 50 грамм белка, а можно сказать, где один. Потому что сыворочное белок, в принципе, как и все любые порошковые формы протеинов, они устанавливаются гораздо быстрее. Потому что нет необходимости их превращать в кашу. Они практически сразу попадают в кишечник. Но есть время, в течение которого пища эвакуируется из тонкого кишечника дальше. Не может там сыворочный белок, поскольку он уже готов, он уже засох и доступен. Он не может находиться там в течение 6-7 часов. Мясо поступает на несколько порций из желудка. А белок он сразу весит. Поэтому если мы берем 3-4 порции за раз, то в другую раз белок славится и весит. В чем мы сразу замечаем? Те они имеют большинство людей диареи. У них тоже даже от обычной порции приходят. На школу диарея. У меньшей порции все там. Поэтому чем более сложный белок, тем можно больше его выкушать, боясь каких-либо расстройств пищеварения. А вот сыворот, к этому, в принципе, достаточно после превышения нормы гранированной пищи производителя. Это 20-26 даже гранированная пищеварения. Получается, чтобы мясо переварить, энергия больше затрачивается и меньше. Как получается? Пошло. А если сыворотку выпить, быстрее переваривается и меньше энергии сжигается. Хороший вопрос. Смотреть это сильно. Чтобы переварить мясо, желудок должен выполнить еще и механическую работу. Должен сокращаться. Формировать вещевой комфорт. Но эти затраты, они такие небольшие, что диетологи не разделяют затраты энергии по виду белковой пищи, а просто потребуются тех норм, которые необходимы на какой-то переваривании, именно какой-то цифры галкарды. Вы думаете, что яблок переваривает, что у нас, да? Азанат сокращается желудок? Нет. Нет, сложный. Разная структура продуктов. То есть сокращается... Нет, вы имеете затраты энергии? Да. Да, конечно. Вот для вас сократился, что мясо подойдет помазан полкаллодии. Потому что мясо, что я... Просто понятно, что мясо дольше находится в желудке. Почему? Потому что на него в кишечник можно попасть только жидкое. У нас говорят, по-нашему кроутору крошки и кусочки не плавают, а только в жидкости. Причем венажные так, что это хлеб. Это мясо, это сложный продукт, да? Он содержит в себе фрагменты, соединительные ткани. Что такое мясо? Любая мышца окружена в фасции, да? В самом... В самом мышце. Внутри. Вся мышца, она из кучков состоит. Каждый кучок тоже находится в оболочке и соединительные ткани. То есть, если вы любите две головки, то в каждой головке еще там куча кучков, а в кучке несколько волок. Она более, конечно, тонкая и простая, но это тоже садительная ткань. Она переваривается медленнее, чем мясо. Садители ткани, они перевариваются более медленно, плохо. Потому что там какие-то белки, они более сложные для пищеварительных филометров и для кислоты. То же самое коллаген и мастин. Если, допустим, человек выпьет в порошковом виде какой-нибудь коллаген, он вообще его не сможет переваривать. Поэтому в коммерческом виде продается только гидролизатый коллаген. Гидролизатый – это коллаген, обработанный уже при человеке не ферментов. Потому что он уже предварительно коллаген переваривает. В таком виде человек способен его в предприятиях еще какие-то добавить. А если он просто выпьет желатин какой-нибудь, или коллаген в порошке, он вообще не переварится. А вот у мули переваривается. Мули – это единственное насекомое, которое можно переваривать без этих наблых коллагенов. Поэтому она спокойненько сертификается в наших шубах. И другими сказаниями. А что это хуже? Шуба – это кожа, да? Она ведь и кожу есть, и шерсть, а там и там есть экологен. И ей нормально. А другие животные не питаются, они потом и шкулы не едят. И люди не могут переварить. И люди тоже самое. Коллеги, предложение. Сейчас задаем последний вопрос, Дмитрий. Все, хватит. И отпускаем его, отпускаем. Потому что, во-первых, нужно оставить несколько тем для следующего семинара, а во-вторых, не пожалейте ли это. Конечно, конечно. Я задаю вопрос, потому что вы же молчите. А он так интересно рассказывает, и как будто он хочет рассказывать дальше и дальше. Да, вообще классно. Поэтому давайте сейчас ограничим всякие вопросы, потом сделаем общую фотографию, индивидуальные фотографии. Вот, и... Можно вопрос по полу-форогу? Вот демонизация форога сейчас в последнее время у своего исчеза ответства. То есть, если раньше было принято есть творог на ночь, перед сном, то сейчас вдруг все везде остаются, а вдруг снова нельзя. Да, вдруг все перед сном, он едет. Раньше никому не мешало. Нет, конечно, это хороший вопрос. Там все на самом деле очень просто. Нет, вот смотрите. То, что некоторые люди замечают какие-то негативные эффекты, я искренне верю. Эффект плацебо – это сильнейший эффект. Я, ну, может быть, не все знают, что есть там электронные журналы, что там какие-то статьи уходят. Я там публиковал статью, где был определенное исследование. Изучался именно влияние плацебо на физиологические процессы подтверждающих организм. Мысль такой, да. Обычно всегда, когда кто-то какое-то вещество изучает, они им дают активный компонент, иди не флаг. Почему? Потому что люди, которые сверла тебе лекарство, они себя внушают, что оно на них действует. И получается, и результаты от применения лекарства не соответствуют действиям. А там поступили по другому. Люди взяли и сказали. Обычно никогда не говорят. Всем говорят, вы примаете лекарство, а по факту они примаете плацебо. А тут сказали, вот вам лекарство, вот вам исследование, но я вам честно скажу, это не лекарство, это плацебо. Они раскрыли. А изучалось воздействие какого-то лекарства, которое уменьшает боли в связках с ухожилием. Поэтому группа была из тех, кто страдает различными заболеваниями, похожи в виктимов аппарат, не более страдает, а будет из болезни в локтях, плечах, коленях. Они говорят, не испытывал лекарства. Чем не дай лекарства? А обычно, когда открывается слепой метод исследования, они никогда не говорят, что это плацебо, чтобы исключить эффект самому шею. Они говорят, не дай лекарства, это пустышка, это просто маленький экстрит. Они понятны. В итоге, в конце проводят аркетирование. Там 20 вопросов. Как изучают болезненность? Такие вопросы очень хитрые, чтобы человек не смогли помогать. Как часто чувствуются боли после исследования? Что изменилось там, так и так? Чем включают вопросы? И из этих вопросов они делают выводы. Уменьшились ли боли? То есть они потом сравнивают их с собой. Вопросы очень хитрые. Чем он не понимал, он отвечает на это. Они там исключают в себе на уши. И в итоге, когда большинство участников отметили, что плацебо на них воздействовало положительно, то есть в них уменьшились боли в коленях, суставах. Потом они начали говорить, как так? И начали задать вопросы. Скажите, пожалуйста, вы реально чувствуете эффект, применяемые вами так называемые лекарства. Я такой, ну вы же знаете, что вы принимали пустое вещество. Я в этом не уверен. Я думаю, что меня специально обманули. Сказали, что это плацебо, а это было лекарство. И я в этом уверен, потому что у меня действительно прошли в больных коленях. Они себе внушили заново. Потому что это никого не плацебо, потому что это лекарство. И действительно, у сорока процентов имелось уменьшение болевых ощущений. Поэтому, соответственно, когда начинается вот это, из одного ролика в другое печевать, творог мешать и дети. Ну, причины могут быть разные. Человек говорит, блин, а где же творог? Что-то у них не получилось. А я же творог ел, надо его убрать. Ой, действительно, я убрал, все изменилось. А что есть на самом деле? Что есть доказано, по факту? Реально творог и другие молочные продукты могут способствовать задержке лекарства. Это не миф. Тоже раньше Олегу не может быть миф, потому что я не мог найти ни одного механизма. Самый прикол в том, что те, кто... Ну, ученые вообще не занимаются. Ученые изучают, какого хрена творог держит воду. Зачем? Ученые скажут, я дал, я узнал. Кто ему за деньги что дадут? Нет. Ученые изучают обычно то, что можно вложить в какую-то там медицину. То есть за это можно заработать деньги. То есть это пользуются они изучают. Но есть люди, которые пытались разработать. То есть исходя из имеющихся знаний... То есть если бы, конечно, это были отёки, то есть люди едят творог, у них отёки, то и надо лечить. Они бы, конечно, изучали. То есть там проблема там полкилограмма, ну, полкилограмма бы там содержалось. Это не проблема, это и есть уже. Поэтому они не занимаются. Но своей точкой зрения он ученые высказали. И это целая куча версий, которые потому-то, потому-то. Потому что там казеин увеличивает количество гистаминов в организме. То есть аллергическая реакция происходит при употреблении одним из резинина содержащихся продуктов, у других кто-то тот. И вообще, действительно, в этих случаях зафиксировано, что у некоторых людей, в некотором количестве, но не таков, что текло, может задержаться вода в организме. Все, что касательно остального, уже это мешает похудеть, ну, это вообще лишено всякого смысла. Творог – это такой же продукт, как и все, со своим набором группов, жиров и углеводов. Поэтому... Ну, обычно как эти путешествия? Для того, чтобы ни калорийно этого не поправишься, они пытаются объяснить там. У творога высокий инсулин. И индекс, повышенный инсулин, блокирует реполиз. При этом... Ну, кто такой? Если это говорят спортсмены. Это говорят люди, владеющие знаниями. Спортсмен, он как право... Какая бы у него хорошая форма ни была, он не совсем не означает, что есть. Потому что у него есть хоть какое-либо образование. У него может даже не быть как бы не банального, месячного выхождения курса, чтобы получить есть вертификат. Многие кругом берут это и есть вертификат. Он просто то, что где-то услышал, донёс без своих физиологов. Вот, чтобы признать. Мы на ночь... Мы на ночь не ели никаких углеводов. А сели только один творог. Всё. Что происходит? Пища переваривается, да. Аминь и кислоты, если в творогов поступать кровь. Поступает ли в кровь глюкоза, которая не в творогов, не поступает? Что происходит в организме? Уровень глюкозы в крови постепенно падает, но в течение дня. Потому что она не может так быть. С утра до вечера, она падает. Что происходит при падении уровня сахара в крови? Вырабатываются гормоны, которые сахара поднимают. Глюкарбон, глюкарбон, адреналин, самотропин, кортизол. Из них адреналин, самотропин, глюкарбон являются не только контринсулянные, являются липолитическими для тех гормонов, которые обеспечивают процесс похудения. Естественно, что не просто поднять гормоны сахара, адреналин тут же усиливает липолиз, самотропин усиливает липолиз, глюкарбон усиливает липолиз. Поэтому, когда мы приняли творог без глюкозы, тоже в крови фиксируется повышенное количество свободных жирных кислот, они поступают в жировых клетках. То есть активизируется процесс похудения. Почему он активизируется? Потому что организм потребляет энергию каждую секунду, а из творога мы энергию не получили. И совершенно естественно запустился процесс излечения энергии знаменитых резервов. Выделился инсулин на белок. Инсулин это такой мощный парень, он сказал, ребята, хорошо, мне на вас плевать, я заблокировал все процессы, теперь организм лишён энергии. Понимаете, наш риск не дурак, но он всегда обеспечивает себя выживаемость. Если бы инсулин, даже инъекция инсулина могла бы, допустим, нехотя, смотри, какая инъекция. В общем, физиологические количества инсулина ни в коем случае не смогут заблокировать эффекты сразу белого гормона. Потому что задача организма у условия дефицита обеспечить себя энергией. Этому он никогда не позволит. Инсулина может заблокировать процесс извлечения энергии, остаться без неё. Тогда наш образ замерзает, через 5 минут мозг укрепит. Если мозг 5 минут не получает энергию, он умирает. То есть начинается масштабная гибель клеток головного мозга. Поэтому он установлен так, что упал сахар, он запустил электротичный, то есть рыжий сжигается, сахар повышается, и в порядке он хотел дать тот самый инсулин. Кстати, что ещё интересно, если погибется инсулинофлором, в отсутствие глюкозы, этот инсулин, даже тот сахар, что есть, он растащит, наступает в эпоголикемия. Эпоголикемия усиливает ещё больше самотерапином, самотерапин ещё сильнее усиливает эндромис. Знаете, даже эстесс. Вот как у детей определяют детей с карликом? То есть у них проблема с ростом вызвана недостаточностью секреции самотерапина или недостаточностью секреции эфер-1. И вы знаете, что самотерапин в негативом образе воздействует на рост. Самотерапин воздействует на рецепторы, на свои собственные цепи в печени а печень вырабатывает в ответ Эфер-1. Именно Эфер-1 отличает за рост костей. Вот, смотрите, понимаете так, что в организм ребенка врабатывает гормон роста, но он не может из-за того, что клетки нечувствительны к печени. Он взаимодействует печенью, а печень не врабатывает Эфер-1. Бывает, у ребенка в норме гормоносомотропии, у него всё в порядке, а роста нет. Меряется Эфер-1, а Эфер-1 его его нет. А больше что ли, так? Соботерапин вырабатывается, а не обладается ИФР. Тогда нужно ребенку не экономно роста короткой, а ИФР. У него все в порядке. И вот один из тестов, по которому определяет, что же у нас проблема, натощат. И следом, чем выводится, гипция инсульма. Она приводит гипогриптизу. Кровица, как крови падает, у любого здорового человека должен подскочить самотропин. Если у ребенка самотропин не поднимается, значит у него проблемы с гипофизом. Его организм не хочет секретировать самотропину. Поэтому он и не растет. Ему назначается германальная терапия. То есть, если мы боимся инсулина, то почему мы должны это забыть? Забываем о том, что самотропин, наоборот, растет как жир. Это моя ерунда. Ну, плюс красиво. Если мы так боимся инсулина, то какого хрена, когда сидим, какого дети, всю сушку? Любой в любом повышает количество инсулина. Даже любые углеводы или любой жир. Но, в большей степени, конечно, повышает сыворочные концентраты и изолята. Там такие вспышки мощные, что у некоторых людей даже фиксируются. Призвучить германин. Как-то инъекции инсулина. То есть, если человек после неровки выпил изолят, без сила, без углеводов, у него повышенная чувствительность после неровки на самотропе. Он повышает чувствительность к этой глюкозе. Мышь забирает всякие глюкозы в крови. Прискочил инсулина от приема сыворочного белка. Весь сахар нахрен сошел после. Я не могу, блин, плохо. Начинается глюкогликемия. То есть, у человека как прием от белка глюкогликемия. У него начинается холодный пот, такой легкий тремор, слабость на другого окружения, тупешка в голове. Есть листья белки вообще нахрен. Если боишься инсулина, то эти инсулины значимают их пользу. То есть, люди берут и пытаются объяснить процессы, происходящие в организме не комплексно, а вырыв из контекста. Знаете, вот часто я тоже какую-нибудь фразу скажу, а вы вырежете? Конечно, я сказал так и так. Если вы подождите, подождите, так у меня потом, после этого еще действие, положительно тогда все это исправно. То же самое и здесь. Вырывано здесь из контекста. То есть, люди взяли в действие одного гормона и приняли его как то, что он там один-единительный работа, все остальное, нет, естественно, все у нас всегда уравновешено с англоризмом, катаболизмом, все. Упал сахар, повысились эти гормоны. Повысился сахар, петогормоны понизились, этот гормон у нас всегда пытается находиться в англоризм. Инсулин не в этот уровень творится на фон диеты. Единственное, что творог, да, творог действительно повышает инсулин, в этом ничего плохого нет, единственное, что творог может относиться некоторой задержкой природы. Ну и, соответственно, вот я сказал в начале, что англоризм на такую задержку жидкости, потому что они жиреют на диете. То же самое может произойти и есть вот это некоторое скопление жидкости, может быть, я жирею от творога, и убрать его из рациона. Это не очень хорошо. Если человек вообще всю волочку убрал, он как минимум лишится источника высокого сояного кальция, потому что кальций в молочных продуктах имеет самую высокую степень усвоения. Даже как железо без мяса. Поэтому этого бояться не стоит. Но всё-таки, если спортсмен с не отдавательным уровнем, я всегда говорю, если ты спортсмен, то должен исключительно его риск запомнить. Ну, хотя бы там за пару недель. Если они 500 грамм воды, то у меня есть значение. В великах и творога. Две недели можно и без творога пашить. Если ты любишь творог, да, это лучше, чем не рисковать. Но на сушке. Никому творог не мешает не добавиться полного пожива. Это миф. И опять же, это естественная информация для спортсменов, которые вы где-то слышали. И, само собой, они могут строить пример в частных случаях. Я тоже говорю, если человек верит, что он это всегда будет замечательный для себя. Тем более такие процессы, я бы сказал, что вечером мы более пополненные, генозные, розы такие сухие, как будто мудряник, особенно, если мы на ночь мало кушали, вот он просыпаешь, животное впал, гашка вообще там, видела такой кожицы тонкой, вечерку, опять всё затекло. А потом, скажите, токинг резко изменился, а вот это перераспределение жидкости из внутренней ткани, поверхности кожи обменяется. Вот человек съел на ночь флорок, в этот два раза, в космос, затекший кровь, и всё, всё пропало во всей, выбросили из рацион. Поэтому, это, действительно, именно в демонтизации, и более, раньше не помешало, сейчас не помешало, но сейчас, надо вам придумать какую-то тему, пустить её в классы, и зародиться, а вообще, и этот миф, и заблуждение, о чём я и сказал в начале, да, то есть, всегда, какая-то информация, без каких-либо там, это самое, безусловно, понимаете, на веру. Как я и сказал в начале, что, быстрые углеводы приводят к набору лишнего веса. Эта фраза глупая. Если не сказать, к ней условия, быстрые углеводы приводят к набору веса, тогда, когда эти быстрые углеводы дают лишнюю энергию, которая может отложиться. А просто так, если у человека, там, две тысячи калорий расход энергии в сутки, он питается полтора тысячи на калории, да пускай хоть эти полтора тысячи всего за час. где он еще полтора тысячи может быть? Или, что же, вот эти полтора тысячи превратить в жир, так много, что другие половины, недостающие полтора тысячи даже не сможете пить. Даже если за раз пили, много этого пили жир, а потом не доели, вы даже жир не продлили. Здесь все просто. Везде, везде, без салутки, баланс энергии. Баланс энергии с течением аппараций, энергии с течением недели, с течением месяца. Это вот город не дает внешний, а играть с гормонами. Это надо просто понимать действия этих гормонов. То есть и понимать, что всегда любой гормон работает с совокупностью, совокупностью в связке с другими гормонами. Они гормоны навешивают действия других, рекомпенсируют действия других. Знаете, вот во время тренировки перестает секретироваться инсулин. Почему? Потому что инсулин может заблокировать распад гликогенов печени. Во время тренировки активно поглощаемую глозу из крови, глозит сахар, плоды, но сможет решиться глюкоза. А как он? А инсулин, это процесс излечения, он и глюконеогенез тормозит, и гликогенез, и гликогенез, и гликогенез, это распад гликогенез, это глюкоз, он этот процесс тормозит. Поэтому, как только мы начали гликогенез, когда наш пульс повысился, тут же секретция инсулина снижается до минимальных значений, чтобы не помешать себе выжить условия физической болезни. И тут же повышаются другие гормоны, которые помогают извлекать эту энергию из печени различных путей. То есть мы всегда, что бы мы не делали, что организм способен выживать. Но если мы не делали что-то экстремальное, например, оснагреть свою собственную сену, какие-то там механические воздействия. Пока сену забьется, люди с самыми заболеваниями живут, 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 пока совсем не выжат. В общем так, вот это сену. Я очень много отвечаю, да? Боли, короче.